Дорогие друзья, продолжение истории моего знакомства с чистиками. Но у меня к вам просьба, если вам интересна моя история знакомства, ставьте мне плюсики и я буду ее продолжать. Я вам расскажу много разных невероятных и очень интересных деталей, о которых, когда я теперь вспоминаю, я вообще не верю, что это была я. Хорошо, итак, мы остановились на том, что я была счастливой обладательницей чистиков. Моя мама праздновала триумф, потому что я по ее наставлению пользовалась продукцией и пользовалась ее с удовольствием. Распространяя вокруг себя радость от использования самой продукции. Так вот, мама праздновала, да, торжествовала. Мой бывший муж не очень, потому что я сильно увлеклась и при любой возможности я звонила друзьям или в любом разговоре я обязательно добавляла, чем я сейчас пользуюсь, как я довольна и что я делаю и бла-бла-бла. Я думаю, все хозяюшки и хозяева меня поймут, когда у вас в руках что-то такое, от чего вы в восторге. Я помню, как он меня с такой недовольством называл Чистюля. И, кстати, наша группа, наше сотрудничество в Вайбере называется вот в честь его клички, как он меня вообще называл периодически. Но это было для него, на самом деле, это было, ну, наверное, нехорошее качество, потому что он мне почему-то с таким выражением говорил в честь Иоли, ну, не ласково, а наоборот. Хорошо. Значит, мама довольна, муж не очень. Дальше. Я очень хорошо запомнила момент, когда я первый раз рассказывала своей близкой подружке. Она как раз еще не так давно родила ребенка, и я ей говорила о преимуществах продукции, что быстро, легко, без химии. И вот когда я сказала без химии, она мне говорит, послушай, ай, мне нравится моющее средство. Для меня это был такой нонсенс, я первый раз услышала, что мне вот так сказали, мне еще кто близкий друг. Я говорю, как нравится? Она говорит, да, мне нравится запах лимончика, например, ну, из бутылочек. И я помню, я такая встаю на него, смотрю, и мне хочется ей что-то такое сказать. Ну, что, мол, опомнись, как тебе может нравиться запах химии? И я говорю, послушай, тебе что, нравится запах химического лимончика больше, чем натурального? И она так на меня посмотрела и говорит, нет, не больше. Я говорю, так вот, так вот же, Эврика, если ты будешь мыть все химией, и у тебя будет сплошной запах химического и лимончика, как же ты почувствуешь запах самого натурального и самого ароматного настоящего лимончика? И вы знаете, ей мои слова как-то так запали. И потом через какое-то время она ко мне приходит и говорит, слушай, я хочу купить продукцию. Я хотела бы и для пола, и для стекла, и от пыли, и для стен и так далее. Говорит, давай. Ну, так как я не знала, куда идти и покупать продукцию, я звоню маме, говорю, мама, нужна продукция. Мама мне дает телефон, и пока я дозванивалась по этому телефону, что-то я не сразу могла дозвониться. Мне папа говорит, слушай, у мамы скоро день рождения, я хочу ей купить швабу, потому что она так восхищенно рассказывает об этой швабре, как она пыль собирает, и как можно и со стен пыль собрать, ну, в общем, вы все знаете. Он говорит, хочу купить швабу. Вы когда пойдете, обязательно узнает цены, все узнаю. Я говорю, папа, все сделаю. В общем, мы дозвонились, но немножко я не поняла, потому что, как бы, нам никто ничего не предлагал купить, но я напросилась в офис. Взяла подружку, пришла с ней в офис, и тут мы узнали, что продукции, в принципе, на Украине нет, что приезжали, собирали людей, там группа людей наших собирала тоже людей, и сам представитель из другой страны представлял продукцию, и потом уже кто-то из наших тоже имел, представлял продукцию, но в данный момент, как бы, ее и нет. То есть что-то, конечно, в наличии было, но совсем не то, что нам, ну, то есть то, но не в том объеме, что нам было нужно. А вот что будет дальше? Слушайте в продолжении моей истории о знакомстве с чистиками. Если вам интересно, задавайте вопросы, чтобы я знала, что, чтобы я знала, что вам это интересно, и я буду продолжать свои рассказы, потому что впереди самые невероятные детали, о которых я сейчас вспоминаю, и думаю, боже мой, неужели это вообще была я? Так что, до скорых встреч, следите за нашими новостями.